мы попробуем сразу мы уже спустились мало либо с нами все хорошо либо мы где-то там стояли тогда завтра у нас выйдет как ветхое жилье видимо расселили из-за сокращения населения так происходит копание дороги сейчас происходит на разъезд нас и твердых грузовиков сейчас происходит на разъезд нас и твердых грузовиков а 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 да 2023 года, который называется Полярный Урал Изначально проект задумался как Воркута Собственно Мы так его назвали Потому что Наша инициативная группа В составе которой мы Планировали и планируем это путешествие Изначально Обсуждала именно Воркуту Но потом Этот проект оброс Разными интересными возможностями Скажем так Которые есть в Полярном Урале Поэтому В целом проект получил название Полярный Урал Вчера мы весь день ехали Честно говоря, ничего интересного не происходило Кроме обычной Рутинной Езды по дороге И сегодня мы уже Едем через Сыктывкар, Ухтем Встречаемся Наконец-то Да, все Все три экипажа С тем, чтобы Уже Завтра Выехать на Печору В Ухте Мы посетили местный историко-краеведческий музей Хочется поблагодарить Дмитрия За интересную и познавательную экскурсию Очень грамотно, увлекательно И самое главное с душой Тиман Тиманские агаты Есть гостиница Тиман улицы Тиманская Это на самом деле Тиманский кряж Это древнейшие Древнейшие горы мира Которые До сих пор Создает Такой мощный И климатический И географический И проще барьер Смотрите С этой стороны У нас территория Ограничена Понятно Это наши уральские горы Зона полярного Приполярного Северного Арктический регион Куда вам предстоит Добираться Вообще Лыжные палки Здесь не приняты Не в ходу Это у нас Исключительная находка В одной из экспедиций Нашли В старом доме Наверху Палки лыжные Были Хотя это единственная находка В основном Руках У лесного человека Вот такая палка Называется Коми Многие называют Еще и охотничьим копьем Это не совсем верно Потому что Ну куда-то Таким копьем Там Медвесоских умрес По факту Нефть есть Добывать надо Радио в стране Нет Перспективно Газа нет Асфальтита Нет Мы вообще Где-то Купаем То есть Колоссальная Мощная Здоровская Площадка Импортозамещение Мне особенно Запомнились История Об Ишметской Пещере И старинном Двойном зеркале С верхней рамкой В виде Медведя Для многих Северных народов Медведь Это тотем Символизирующий Портал в иной мир Иногда В таких зеркалах Вместо верхнего Зеркала Люди помещали Фотографии Ушачих родных Так что Друзья Всем рекомендую Замечательный музей С очень богатой Коллекцией Ценных экспонатов Третий день Нашего путешествия Мы Держим путь На Печору Здесь От Ухты Где-то Чуть менее 300 километров Дорога стала Уже почище Здесь Трафик Совсем небольшой Да Это по-прежнему Асфальт Но Такой Покрытый льдом Завтра Мы Доезжаем До Инты Семнадцатого Февраля А Восемнадцатого Февраля План быть В Иркуте Вот Этого Плана Будем Придерживаться Если Конечно Погода Нам Не Помешает Друзья Доброе утро Мы Готовимся К выезду На Место Спора Для выезда На Зимник На Инту Финальное Приготовление Гладко Машин И Будем Стартовать Утро Второго Дня Нас Встречает Привет Каким Настроением Замечательно Все Потихоньку Я Считаю Что Хорошо Идем Направляемся Поэтому Все В хорошем Настроении Мы Ездим Зимние Поездки С Таким Ящиком Здесь У нас Как правило Хранится Зим Какие-то Принадлежности Для перелива Бензина Ну и Предметы Которые Не сильно Нужны И необходимы Чтоб Место В салоне Не занимали Еще Еще Зимой Я Сюда Кладу Продукты Блинчики Пельмени Что-то Что Можно Быстро Приготовить И то Что Можно Хранить В замороженом Виде И Не обязательно Хранить В автомобиле Ну Собственно Это Ну Ни для кого Не новость Такие Банальные Вещи Рассказывать Для Людей Кто Привык Путешествовать В нашем Формате Я Америку Не Открою Я Просто Делюсь Какими-то Моментами Ну Повседневными Которые Мы Используем В Своих Поезд Друзья Ну Вот Мы Приехали К месту Сбора Организованной Колонны До Города Инта Должно Приехать Газпромовское Начальство И Выписать Всем пропуска Напомню Что мы уже Связывались Через администрацию Города Инты Оформляли Разрешение На проезд Поэтому Ну Неожиданностей Мы не ждем Для себя Как настроение Боевое Ждем Начальство Морозец Хороший Минус Тринадцать Значит Все будет хорошо Снега нет Готовимся Семаски Начинается Тундра Шор 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 Да Там Просто Уже Тундра Идет Голая Деревья Почти не будет Дальше А там Сложно Так что Здесь-то Пустяки А дальше Лог Народ Собирается Потихоньку По сути Это выезд Из города Из города Печора Стало так Свежо Морозно Сейчас происходит Обряд Бурхания Это Байкальская Традиция Которую мы на Байкале Неоднократно делали И дух Бурхан Пропустил нас На Магадан И надеемся Что сейчас Дух Бурхан Пропустит нас И на Варкуту И дальше Дорога до Инты Проходит По вдоль Трассовому Проезду Магистрального Газопровода Бабаненкова Ухта Являющегося Частью Северного Газотранспортного Коридора России Для проезда По такой дороге Следует Заранее Позаботиться Об оформлении Спецпропуск У администрации Городского Укруга Инта Существует Договоренность С Газпромом О еженедельном Проезде Организованных Автоколон На участке Печора Инта В зимний период Для проезда От Инты Дальше На север Дополнительно Необходимо Получить Разрешение В Печорском И Иркутинском Отделениях Газпрома При оформлении Пропуска Сотрудники Газпрома Выдают Памятку В которой Говорится О необходимости Соблюдения Правил Проезда В охранной Зоне Друзья Мы Уехали На зимник Который Стартовал Из Печоры И Идет До города Инта Вот мы сейчас Задача Задача Проехать Сколько Получается Двести Двадцати Километров До Инты По Ведомственному Зимнику Газпромовску Погода Отличная Дорога Хорошо Чищена Накатана Вот пока Идем Все по плану Наслаждаемся Видами Умудрились Встать Вначале Колонны У нас Это Получилось Без досмотра Нам повезло Части Нас Сказали Досматривать Не будут Поэтому Едем Во главе Колонны Но В промежуточном Пункте В районе Реки Сыня Будем Все равно Ждать Всех Участок Дороги ДНТ Лесистый Холмистый Чищен В основном Хорошо Большинство КПП На зимней Дороге Под Видеонаблюдением Оснащены Массивными Шлагбаумами Сбоку Прорыв Траншеи Все Серьезно На дурака Проскочить Не получится Есть И полностью Автоматизированные КПП На которых Необходимо Сообщать Цель проезда Специальный Коммутатор И показывать Пропуск На камеру Чтобы шлагбаум Открыли За обслуживание Вдоль трассового Проезда Газопровода Отвечает Организация С труднопроизносимым И запоминаемым Названием Это Линейно-производственное Управление Магистральных Газопроводов Сокращенно ЛПМГ ООО Газпром Трансгаз Ухта На нашем Маршруте До Воркуты Нам приходилось Взаимодействовать С Печорским И Воркутинским ЛПМГ Газпромом Здесь Я хочу Поблагодарить Всех Кто помогал Нам в организации Прохождения Нашего маршрута Как до Воркуты Так и далее До КС-2 Ярынской Со стороны Компании Газпрома До КПП На компрессорной Станции Сынинская В главе колонны Шла Газпромовская Буханка Дальше Колонна Пошла самостоятельно Пока не уперлась Линный перемет На открытом Участке местности Я вот так Краешься дорогой Пока стравливает Давление в колесах Подоспел Газпромовский УАУ И начал пробивать Дорогу Для прохождения Колонны После прохождения Переметов Вплоть до Инты Особых трудностей На маршруте Не возникало Ближе к Инте В долине Начинают виднеться Хребты Полярного Урала После ледовой Переправы Через реку Большая Инта Имеется КПП На котором Просит предъявить Пропуск Далее На выезде С Зимника Перед поворотом На поселок Верхняя Инта Также Установлен Шлагбаум Счастливо Спасибо Друзья мы добрались до Инты И засветло Сколько сейчас Четыре дня Четыре часа почти Засветло Успели Получается Заснять Вот эту водонапорную башню Это символ Инты Очень красивый Такой памятник Архитектуры Интинская водонапорная башня Как бы разделяет Старую и новую часть Города Олицетворяя Связь времен Трудной судьбы Заключенных Инталага И трудовой славы Шахтерского города В Инте Мы узнали о том Что дорога до Воркуты Переметена И что дорожники Только приступили К ее расчистке Возникла дилемма Стартовать на Воркуту Завтра Как и было запланировано Или же на день позже Было решено Устроить совещание Для того Чтобы определиться Что нам делать дальше Алексей Хотя бы вот эту Желтую точку Где нужно уйти С вашего зимника Это какой населенный пункт? Там нету населенного пункта Там какая река? Это не доезжая С лица Станции Они идут Чистят До куда смогут дойти До туда смогут дойти После этого они разворачиваются И у них сутки выходной У нас два затыка Первое То что после сейды Идет серая зона Потому что мы уходим С их зимника И идем Практически по дикому зимнику Вот Это раз Второе То что в принципе Зимники Заметены Накануне в районе Воркуты Прошли сильные метели Так что дорога на север После поселка Абизи Казалось заблокировано Освещавшись Мы в итоге приняли решение Задержаться на день в Инте С тем чтобы подождать Пока дорожники Расчистят дорогу С утра пораньше Решили попробовать Проехать поближе К горным склонам Приполярного Урала В направлении Турбаза желанная А заодно И потренироваться Потоптать снег Ведь это там вдали Виднеются самые высокие Уральские горные вершины Народные Монорага Дорога по которой Мы пытались ехать Преимущественно проходила Через лес Но местами На открытых участках Была сильно переметена В целом Нас был плотный Но недостаточный Для того чтобы Выдерживать наши автомобили Застарелый Триколовский след Не позволял уверенно Двигаться по колее Машины проваливались И застревали Друзья привет Тренируемся Перед покорением Воркуты Копать снег Так происходит Копание дороги Где-то под энтой Изрядно намотавшись С вытаскиванием Машины снежного плена Сломав две лопаты Мы отправились Смотреть город Начав осмотр Железнодорожного вокзала В поселке Верхняя Инта Это мы В поселке Верхняя Инта Вот вчера Мы зимненько Когда заезжали Сюда В сторону города Мы как раз Через Верхнюю Инту Проезжали Центральный вокзал Друзья Мы на вокзале Города Инты Очень милое место Даже литература Есть почитать В общем Много поездов На Москву Даже на Адлер Здесь вообще Такой поселок Городского типа Который Еще не город Но пригород Инты Вот здесь Ну такие Старые домики Двух-трехэтажные Сталинские Многие из них заброшены Видно, что стекла Кое-где есть Но У части квартир Стекол нет По пути По главной дороге Несколько домов Было с провальными крышами То есть Здесь явно Не все так активно Как было раньше Гуляем по Инте Вот такие здесь Полузаброшенные дома Очень красивые Интересные Деревянные Большие Видно дом уже Нежилой Низ весь Заколочен Чтоб не лазили Но стекла Еще сохранились Я здесь Первый раз Гуляю Да, поэтому Могу ошибаться Я сразу скажу Что я не знаю Что это за район Но тот район Который На въезде в город Получается В верхнюю инту Мы проехали И это уже Сама Инта И здесь Такие интересные Домики Советского Времени Я не знаю От 30-х Наверное годов Скорее всего По архитектуре Интересно то Что они деревянные Имеют такие Резные фасады Интересные Пристроенные Такие балкончики В общем Я честно говоря Таких не видел Кисник Вот на каких Здесь машинах Надо ездить Сегодня Почему мы По Инте Гуляем Потому что У нас Свободный день Образовался Надо было Сегодня по плану Ехать на Воркуту Но Дорогу Перемело И Техника Она Начнет только Сегодня вечером Там Пробивать Перемет Поэтому Мы С дорожниками Связались И с теми Людьми Кто помогает нам Со стороны Газпрома Проходить Этот маршрут Нам было Настоятельно Рекомендовано Сегодня не ехать А ехать завтра Когда техника Уже почистят И мы сможем Пройти этот Сложный участок Это кстати Исторический центр Инты Именно в этом районе В 1936 году На берегу реки Большая Инта Был образован Первый лагерный пункт Входивший Систему Ухтпичлага На его территории Проводились работы Для строительства Шахты Рабочего поселка Который К 1954 году Был преобразован В город Районного подчинения Две первые угольные Шахты Интинского угольного Бассейна Были заложены В 1940 году А в 1943 Был отправлен Первый эшелон Интинского угля Блокадный Ленинград Интинские шахты Добывали Энергетический уголь С большим содержанием Серой породы Это отличало От более востребованного Коксующегося Воркутинского угля В нулевых Поочередно Закрывались шахты Западная Капитальная Восточная А в 2018 году Обанкротилась И была ликвидирована Единственная Работавшая Шахта Предприятия Интауголь На этом История угольной Промышленности В Инте Закончилась В настоящее же время В Интинском районе Ведутся буровые работы Нефтяниками И газовиками Продолжается Добыча марганцевых Руд и кварца Мне нравится Высота этого снега Просто идем Здесь такие вот Есть заброшенные дома Например Здесь Закрыто Все нижние окна Заколочены Чтоб не ладили Ну вот А тогда по всему Лице Кирова По-моему И здесь Таких домов Полно Деревян Они Не жилые Но не погромленные Как бы Ну вот В таком здесь Все Виде Много Много снега Целые кварталы Такие Вот напротив Тоже Еще даже Занавески Висят Кое-где Но тоже Дом Расселенный Мы задержим Один дом Тривяный Как тут это выглядит Ооо Сейчас напоминаю Находимся В Инте И Зашли В один из заброшенных домов Здесь Много Здесь район Где много Домов Вот такого плана Сейчас покажу Здесь из окна Вот Дома Они уже расселены Но стекла Не побиты В целом Они в таком Неплохом Состоянии То есть Здесь просто Как ветхое Жилье Видимо Расселили Из-за сокращения Населения Но ты в целом Востребованность В этих квартирах Была утрачена Даже не знаю Ну Я скажу так Что в этих домах Еще в принципе Можно жить Понятно Что жилье ветхое Если их подремонтировать Да То есть Он не аварийный Прямо Чисто Но просто Население Это Инты Оно сократилось С 60 тысяч До 20 тысяч И Это жилье Оно просто Высвободилось Неотъемлемым Символом Инты Является Бывшая водонапорная Башня Которую строили Заключенные Инталага И Минлага В проектировании Активно участвовал Шведский художник И политзаключенный Инталага Артур Тамбелиус Благодаря которому Башня имеет Столь изысканный вид Инта Произвела на меня Впечатление Очень уютного Города Затерявшегося Посреди суровой Лесистой тайги Приполярного Урала Эмблема 50 лет В ЛКСМ На 9-ти этажке На Комсомольской площади Памятник Ленину На именной площади В центре города Памятник Кирову Скульптурная группа Наука и труд На въезде в горы Инта Как бы застыла Во времени Остановившись На стыке Современности Эпохи Разведого Социализма В городе Я не заметил Ни одного здания Которое Можно было бы Уверенно Отнести К постсоветскому Периоду Друзья Я с нами Здравствуйте Мы В славном городе Шахтеров Инте Всем привет У нас сегодня Целый день в Инте Ну и в ее окрестностях Мы сегодня ездили Немножко потренировались С лебедками С удлинителями Со всеми Делами В снегу В глубоком снегу Нас Выдерживает нас Как бы человека Выдерживает машину Не держит И не топчется То есть машина Зарывается Ну в общем Ехать невозможно Мы сегодня Экспериментировали Сколько Наверное Часа два с половиной Потратили На все эти упражнения Ну это по сути Центр города Сейчас мы идем В местный Кривический музей Который находится В водонапорной башне Бывшей Водонапорной башне Интинской Это Ну Самый яркий символ Экспериментировали 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 Такая башня Со звездой Очень Очень интересная И Вот такого вот Дизайна Вот она Как Кремлевская что ли Да Выглядит За счет Вот этой звезды Я честно говоря Хотел вживую Поснимать Инту Я тут не претендую На какую-то Авторскую съемку Или На Какой-то Эксклюзивный материал Я не знаю Инта Здесь много кто был И Я просто Ну В динамике Показываю То что Сейчас происходит В городе То что мы видим То что Интересно Глазу туриста Да Ну то есть Не сильно Туристические места Да Но мы Мы стараемся Их показать То что на мой взгляд Они самые интересные Как ты считаешь Конечно Я полностью Согласен Такие в Инте Памятники Советские Вообще Очень интересный музей В этой башне Всем рекомендую Рассказывают Про историю Ее строительства И про Историю Становления Поселка Инта Тяжелая Непростая история Но интересно Про эти места Конечно Узнать Друзья Привет Начался шестой день Мы Сегодня Выехали На Горкуту Предстоит Поехать Угол трехста Километров По зимникам Вроде бы Дорога там Почищена Будем Будем смотреть По ситуации Потому что Есть еще пока Серые участки Непонятные Есть ли там Дорога или нет Город Инта Остается Позади нас Интересный Такой городок На самом деле Это типичный Такой советский Моногород Здесь Было Шесть Шахт То есть Это Город Который Занимался Добычей Производством Угля Город шахтеров Вот И Постепенно С распадом Союза И вообще В целом Девенадцатые годы Это все Начало приходить В упадок В девяностые годы Шахты еще работали Но потом Закрывались Одна за одной Вот здесь было предприятие Градообразующая Интауголь По данным Которые я нашел В девятнадцатом году Вот последняя шахта Была закрыта И предприятие Обанкротилось То есть по сути Город сейчас Ну не имеет Какого-то Своопроизводства И Это является причиной Серьезного оттока Населения То есть В хорошие времена Инта Насчитывала До 60 тысяч Человек Сейчас здесь Проживает Ну дай бог 20 тысяч По прописке Но По факту Наверное Как вот местные Нам тоже Жители Говорили Тысячи Четырнадцати Проживает Вот Такая Такая Здесь Как бы ситуация Неясная Что Что С будущим Будет Этих мест Вся дорога Вдоль газопровода Поделена На крановые узлы И компрессорные станции Имеющие Порядковые номера Среднее расстояние Между крановыми узлами Порядка 20 километров На маршруте До Воркуты Есть Четыре Компрессорные станции Сынинская Интинская Усинская Воркутинская Оснащенные КПП На которых Нужно Подъявлять Пропуск На перегоне Интавракута У нас возникли Небольшие трудности В районе поселка Абесь После ледовой переправы Через реку Уса И то Потому что Мы проскочили Поворот под мост Решив проехать Поселок насквозь Дорога до поселка И в нем самом Оказалось Чищено плохо Пару раз Пришлось Воспользоваться Лебедом Дорога до поселка Отдай Ага Перецепинка Давай Отдай 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 Скучи Ага Отдай Давай 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ Алексей, как у вас настроение? Великолепно! Феноменально! Шикарные виды! Тундра уже? Начинается? Это уже Тундра Идет Это уже Полярный Урал Который ласкает взглядом Сколько нам до вот этого сложного места? До Сейды отсюда километров 40 осталось А там дальше как пойдет Ближе к 24 крановому узлу лес стал редеть превращаясь сначала в лесу Тундру а местами уже совсем в Тундру Едем по Тундре Где-то после силы в Маске проезжаешь еще много километров 5-6 И на подвезде к Сейде уже вот такие дороги Он чистит дорогу! Там нет даже дороги! Вот мы и приехали Я так понимаю, что дальше дороги нет ее чистят Даже до Сейды не доехали Смотри, какой у него вот так впереди А что там визуально едет вперед? Ну что, тогда попробуем до Сейды? Ну что, тогда попробуем до Сейды? Нам попробуют ехать, а дальше по усмотреть Не знаю Если вдруг мы не вернемся Либо с нами все хорошо Либо мы где-то там стояли Тогда завтра у нас найдет А я? А это какой Удил? Да 24 крановой Денис, спасибо за информацию Надеюсь, будет пробиваться Если что, на возвышенностях Буду кидать сигнал Все, я на раз Если что, вызывайте вопросы Может какие-то будут Посоветую еще Я там так же дорогу знаю Принято Ну, значит на обратном пути Заедем к вам Поживем вашу Тундровую руку Дорога переметена Сейчас смотрим Впереди есть ли проезд Дорога, где мы стоим Есть ли она? Тогда оттуда пойдем Дальше дорога шла через карьера С выходом к реке Сейды После которой начинались 10 километров Так называемые серые зоны Качкарного зимника Через тундру В районе железнодорожной Станции Песец На этом участке Мы не смогли Разминуться с колонной Самосвалов Угруженных щебнем Пришлось нырять в снег Чтобы дать пройти Грозовикам Интересный факт Эта часть дороги Не относится ни к Печорскому Ни к Воркутинскому ЛПМГ Газпрома Поэтому часто бывает Что дорога чищена плохо Либо не чищена совсем Поскольку движение здесь минимальное Друзья Мы продолжаем ехать Шестой день до Воркуты Сейчас повернули на Десятикилометровый участок В тундру Не доезжая Станции Песец Песец Сейчас нам всем будет Где-то там впереди идут Грозовики Будем пытаться Немерно разойтись Дальше просто дороги здесь нет Дорога через тундру проходит Вот этот вот участок Один из таких серых Серых зон На маршруте Интавр Гута Там вон впереди Железная дорога видна А у этих ивека нету Сибишев Не спросил ты Сергей Ильич Попробуй с трех раз Догадаться Спросил я об этом Или нет Конечно спросил Вот я Издалека захожу Спросил Он говорит Нет У них вообще ничего нет Он говорит Здесь не принято этим пользоваться Сейчас происходит разъезд нас и трех грузовиков Вот Едем в объезд ДКС Воркутинской И нам надо разъехаться Вот Три грузовика И мы Нашли карман И Туда сейчас Окунемся Потом За ивека Вытянемся И таким образом Разъедемся После реки Воркута Расположено КПП На подъезде К компрессной станции Воркутинская От нее до Воркуты Уже рукой подать 60 км Хорошо чищенной Зимней дороги Спасибо 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 Субтитры 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 Субтитры